Итак, друзья, продолжаем эфир. Бизнес-канал на Финам.ФМ и сейчас его вторая часть под названием «Бизнес-класс». Напоминаю, класс учебный. Наши уважаемые слушатели с вниманием всегда к этому эфиру относятся, потому что в гостях у меня российские бизнесмены, эксперты, профессионалы своего дела, рассказывают о том, как этот бизнес устроен изнутри, что называется. Это всегда любопытно. Итак, тема сегодняшнего эфира «Бизнес на лояльности. Прямые отношения с клиентом как конкурентное преимущество». Слово «лояльность», я думаю, мы об этом поговорим более детально, но, по крайней мере, слово «модное» и слово «актуальное». Абсолютно. Оно становится все более актуальным. Совершенно верно. Ну и представляю гостя. Сегодня в студии бизнес-класса Павел Межеричер, основатель, генеральный директор компании PMCG. Павел, добрый день. Здравствуйте. Спасибо за привилегию. Хорошо. Значит, я напомню для вас, уважаемые слушатели, вы можете к нам присоединиться, позвонив по телефону прямого эфира 6510-996, код города 495, либо можете написать нам на сайте finam.fm, задать свои вопросы Павлу или поделиться собственными наблюдениями. Хорошо. Вроде все я приготовил, да, все объявил, всех накормил. Давайте начнем разговор. Паш, ну, надо расшифровать, на самом деле, наверное, да, может, для кого-то непонятно, что такое лояльность, ну, в контексте, по крайней мере, у наших сегодняшних. Ну, я сделаю попытку расшифровать лояльность через такую небольшую метафору. Некоторое время назад случайно снова прочитал сказку о, русскую народную сказку о царевне лягушке. Случайно мне больше заинтриговал. На самом деле, в Википедии случайно. Я искал что-то полезное, да, только раз, на царевну лягушку. Да, и, собственно, идеи и вообще сюжет этой сказки абсолютно, абсолютно правильно иллюстрирует то, каким образом бизнес должен строить отношения со своей аудиторией, со своими покупателями. Мы очень часто осознаем свой бизнес как, ну, не знаю, наши бизнес-процессы, наш менеджмент, наши продукты. Ну, то есть все такие, какие-то кондомовые фразы, слова дежурные, непонятные. Да, если подумать, то, собственно, наш бизнес – это наши покупатели, не больше и не меньше. Вот лояльность – это настолько просто. Наш бизнес успешен, если счастливы, довольны наши покупатели. Мы можем смотреть на наших покупателей. Очень часто мы, я в своей жизни, в агентском бизнесе, мы очень часто ругаем наших клиентов. Ну, за глаза, я надеюсь. Естественно, да. Клиентов ругать, наверное, можно. Это, в принципе, такой фольклор внутри. Конечно. Но одновременно с этим мы должны осознавать, подсмотрев в окошко, что это, ну, часто мы видим в них лягушку, вот ту самую непонятную на болоте. Но одновременно, когда рынок просит, не знаю, принести лебедя зажаренного или соткать рубаху какую-то, мы подсматриваем в окно и мы видим, как эта лягушка превращается в Василису Премудрую и делает все, и делает лучше всех остальных. И вот это то, что делает для нас наши покупатели. Поэтому самая главная задача любого бизнеса, абсолютно любого на нынешнем этапе, когда потребитель становится королем, ну, не знаю, давайте, можно сказать, жениться на своих потребителях. Полюбить их, жениться, поблагодарить, не воровать и не сжигать их шкурку, чтобы потом не идти в такие длительные странствия, чтобы снова добыть эту аудиторию. То есть лояльность, собственно, это система, построенная на знании потребителя, как на знании самого себя. И основные, не знаю, основные выгоды и преимущества лояльного подхода любого бизнеса не столько возможность влияния на потребителя, сколько возможность, увидев потребителя себя и ту ценность, которую мы для него формируем, изменить свой бизнес. Вот просто один маленький пример, который вот сразу приходит в голову. Мы, наверное, почти все слушатели радио знают о таком клубе лояльности, называется Связной Клуб, который в свое время запустила компания Связной. Насчитывает несколько, больше 10 миллионов человек. Это одна из самых успешных коалиционных программ лояльности, которые есть в нашей стране. Что поразительно, поразительно не то влияние, которое они могут оказать на потребителя, предлагая им скидки и еще что-то. Поразительно то, что увидев эту аудиторию, начав анализировать и понимать потребительские стратегии, сам Связной изменил свой бизнес. Из ритейлера сотовых телефонов он превратился в комплексного ритейлера с огромной продуктовой матрицей. Изучая поведение своих покупателей, он понял, какую еще ценность он может сформировать и предложить этой именно аудитории. Это вот в обосновании тезиса, что наш бизнес, собственно, это наши покупатели. И мы можем меняться как бизнес, понимая, кто эти покупатели есть и кто эта аудитория есть. Скажи мне, ну, в принципе, наверное, так вот, на первый взгляд, да, понятно все же, большинство, я думаю, наших слушателей, о чем идет речь. Но мне кажется, если вдаваться в детали, все-таки это не так просто. Это не так просто, да, и с точки зрения психологии моих будущих потребителей, да, и с точки зрения технологий, которыми они овладевают. И в результате я должен под это дело подстраиваться. Вот если можно, Паш, каким-то образом систематизировать, да, понятие этой самой лояльности. Ну, и для бизнесмена, по крайней мере, может быть, какие-то рекомендации мы можем озвучить. С чего начать, если мы в эту сторону все-таки смотрим? Я еще раз вернусь к простому тезису, что система лояльности – это система, построенная на знаниях. Главное преимущество, которое нужно сформировать – это узнать свою аудиторию. Вот, собственно, существует некое такое, как мы называем, колесо самсары, по которому развивается любая платформа лояльности любого бренда. Вовлечение потребителей. Это, по большому счету, потребителям, которые у нас существуют, надо сделать предложение. Предложение прямой выгоды или благодарности. То есть то самое, от которого они не смогут отказаться? Первое предложение может быть таким, от которого смогут отказаться. Но это вообще любая программа лояльности или любая платформа лояльности – это абсолютно эволюционная, как сказать, структура. Она развивается. Поэтому, знаете, в лучших книгах о лояльности написано, заходите в любую программу без гипотез. Тестируйте, на что люди отвечают, за что они благодарны, используйте. Что не работает – отбрасывайте. Итак, мы вовлекаем людей, мы предлагаем им что-нибудь типа карт, которые можно прокатывать при каждой покупке. Нам очень важно, основой, ну скажем так, фундаментом любой программы лояльности является способность зарегистрировать некоторые события в точках взаимодействия между потребителем и брендом. Это прокатка карты при покупке, это, не знаю, активность в социальных сетях, это звонки на горячую линию, это покупки онлайн и так далее и тому подобное. То есть любые точки взаимодействия, если есть у нас собственный офис, мы смотрим и люди приходят, я не знаю, делать оплаты периодически. Мы регистрируем поведение, куда люди ходят, почему люди ходят, что они говорят о нашем бренде, как часто покупают, когда покупали в последний раз, каков средний чек. Анализируя все эти вещи, мы понимаем, какие клиенты являются для нас основой нашего бизнеса, с которыми нужно взаимодействовать и в дальнейшем. И мы начинаем разрабатывать, ну, как сказать, раскладывать их, ну, простите за цинизм, в разные, ну, ведерки, да, сегменты. Мы их сегментируем и каждому из сегментов, которые нам интересны, выгодны или перспективны, мы предлагаем некие инициативы. Эти инициативы направлены на то, чтобы чаще всего продлить срок взаимодействия между клиентом и брендом. Вот тоже основополагающая позиция в маркетинге лояльности, это такой термин, который мы, он есть в английском языке, lifetime value, это долгосрочная ценность потребителя. Очень часто мы делаем предложения, которые могут быть, на первый взгляд, невыгодны нам самим в краткосрочном. Мы можем сделать предложение, если позволите, я приведу небольшой пример. Очень интересная программа лояльности была реализована энергосбытовой компанией в Техасе, называется это компания TXU. Мы долго общались с руководителем, директором по маркетингу этой компании. Очень интересное предложение, которое сделала компания своим потребителям. Используйте меньше того, что мы вам предлагаем. И это предложение было подкреплено всеми коммуникациями и всем взаимодействием в будущем, которое предлагалось клиенту. Были организованы в интернете личные кабинеты. Паш, да, да, ты правильно почувствовал. Мы сейчас прервемся, новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Сегодня в студии Павел Межеричер, основатель и генеральный директор компании PMCG. Мы говорим на тему бизнеса, на лояльности. Как установить прямые отношения с клиентом и сделать это конкурентным преимуществом. Да, это очень интересно. Я напомню, телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495, сайт компании Финам.ФМ. Уважаемые слушатели, можете присоединиться к нашему эфиру, задать Павлу вопросы, позвонив, либо написать на сайте. Вопросы есть уже, потом мы к ним дойдем. Давай все-таки разбираться о предмете. Ну, более-менее понятно, о чем идет речь. Более-менее понятно. Я, знаешь, хочу попросить. Вы же давно уже этим занимаетесь, компания пока нет. Некоторое время занимаемся. Некоторое время, да. Как мысль пришла? Почерпнуто ли это, может быть, там, я не знаю, с запада этой идеи или каким-то другим образом? Ну, безусловно, маркетинг лояльности развивается как сегмент маркетинга в течение уже 20 лет. В Соединенных Штатах Америки, естественно, началось с Северной Америки и из Европы. Не знаю, мы, как компания, встретились с темой маркетинга лояльности, как обычно, абсолютно случайно. В какой-то момент нам прилетел бриф, мы были, существовали в форме маркетингового агентства, BTL-агентства. Нам прилетел бриф на проведение крупной компании, мотивационной программы для продавцов, для продавцов маленьких магазинов от пивной компании. Тема мотивации была мотивировать на максимальную продажу брендов этой компании. И, ну, наверное, где-то порядка полутора месяцев мы провели вместе с клиентом, формируя стратегию совершенно нового для нас, совершенно новой для нас, ну, скажем, темы. Это был 2006 год. И вот все основные инсайты, они подчеркнуты нами не из книг, а вот, в принципе, из первых двух-трех, из первых двух-трех проектов, потому что мы начали понимать силу прямой коммуникации с клиентом, когда мы создаем дополнительные точки взаимодействия, такие как сайт, интернет-рассылки, смс-рассылки, и все эти точки взаимодействия, они являются счетными. Мы видим, сколько имейлов открыто, на какое количество смс-ок мы получили ответ. И все это, через некоторое время, получая результаты по тем торговым точкам, с которыми мы работали, мы увидели приросты в 30-40% против тех торговых точек, которые программа не охватила. Сила прямой сфокусированной коммуникации, которая персонализирована, которая приходит конкретно адресату, который может повлиять на бизнес-компании, она еще часто недоосмыслена большинством российских бизнесов и на сегодня. По поводу недоосмысленности и еще, может быть, даже важный момент, насколько она легко монетизируется. Ведь люди, бизнесмены, они прежде всего считают деньги. В этом смысле, можно посчитать, какое количество смс-сообщений, какое количество ммс-сообщений, какое количество звонков, и как в результате это на показатели влияет. Большинство программ лояльности являются именно из-за того, что они построены на прямой фиксированной коммуникации, они абсолютно счетные. В отличие от, в принципе, идущей в никуда, скажем так, индустрии рекламы через телевидение, через большие бродкастинговые системы, потому что она абсолютно, конвертация от человека, услышавшего сообщение к покупке, она абсолютно не считается и ее невозможно прогнозировать. В то время как здесь, если мы с вами собрали качественную базу данных наших потребителей, мы знаем точно, какие из наших инициатив, будь они скидки, бонусы или персональные сообщения, возымели какое действие. Все это делает, эти модели достаточно простые, все делается на основе контрольных групп, то есть выделяются группы, которые не охвачены сообщением, и мы всегда можем видеть изменение поведения в сторону желательного для нас с участниками, которых мы охватили тем или иным промо-предложением. Здесь по поводу как раз групп, о которых может идти речь, вот эти группы, они каким образом формируются, ну я имею в виду с точки зрения ментальности, по интересам, по возрастным категориям каким-то, есть ли разница, кстати, в технологиях лояльности, которые в России мы применяем, от тех, которые за рубежом, в Европе или в той же Америке? Разницы в технологиях нет. Большинство компаний, которые делают программы лояльности здесь, они используют совершенно правильные технологии, в особенности технологическое ядро, которое всегда стоит, ну скажем так, в центре программы лояльности, которое позволяет регистрировать те или иные события, которые нам нужно регистрировать, оно есть у всех. Вопрос в том, что большинство российских программ лояльности, это все-таки, ну такие системы распределения бонусов. Системы распределения бонусов для увеличения прибыли в текущем периоде. В текущем краткосрочном имеется в виду. В текущем краткосрочном периоде без, собственно, вот этого момента рефлексии, о котором я говорил в самом начале, когда мы, смотря на нашу аудиторию, смотрим на свой бизнес, на то, какую ценность мы ему предлагаем. Ведь мы достаточно часто видим, что новый потенциальный клиент какого-нибудь автосалона может получить гораздо большую скидку, чем, не знаю, повторный клиент. Ну и уже достаточно часто здесь появлявшийся. Достаточно часто здесь появлявшийся. Хотя мы осознаем, что до нового клиента, чтобы достучаться, нам нужно вложить огромные деньги во внешние коммуникации, в телевизор, в промо, еще что-то. Работать с текущим клиентом автосалон может в течение всех 4-5 лет с момента покупки автомобиля. И вести его к повторной покупке. Кроме этого, увеличивая свою прибыль в текущем периоде. Это начинает, многие компании, такие как Рольф, начинают это делать. Я являюсь, ну, поклонником, являлся поклонником автомобилей Инфинити. Вот, приобрел там последовательно два автомобиля Инфинити. Но в течение всего этого времени все рассылки, которые я получал, все телефонные звонки, которые приходили, приходили на имя, наверное, очень уважаемого господина по имени Ваган Амичба. Я очень... То есть они приходили на твой телефон, да, если говорить об СМС? Мне звонили телефонные операторы с просьбой ответить на вопросы. Меня звали на тест-драйвы, но меня называли другим именем. И каждая моя просьба изменить это заканчивалась тем, что ничего не менялось. Сейчас у меня нет автомобиля Инфинити. Ну, я думаю, да. Вот вам результат, пожалуйста. Поэтому говорить о том, что программа лояльности — это панацея, да, это панацея, если она сделана очень деликатно, вдумчиво. Это коммуникационная система, построенная на знаниях и построенная на постоянном, не знаю, чувстве, не знаю, благодарности тому клиенту, который приобретает твои продукты или услугу. Паш, вот твой пример мне заинтересовал, с какой точки зрения. Безусловно, да, все, что ты говоришь, абсолютно правильно. И результат, естественно, вполне логичный. Не успею я задать вопрос. Давайте пусть тогда небольшую интригу мы оставим. Сейчас мы прерываемся. У нас рубрика «Вне времени», потом продолжаем эфир. Спасибо. Ну что ж, друзья, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Сегодня обсуждаем тему бизнеса на лояльности. Прямые отношения с клиентом как конкурентное преимущество. Напомню, я сегодня в гостях Павел Межеричер, основатель и генеральный директор компании PMCG. И еще раз напомню, телефон прямого эфира на телефон студии 6510996, код города 495. И сайт компании финам.ФМ. Собственно, вопросы есть, как я уже, да, Паша говорил. Сейчас мы начнем на них отвечать. Если позволишь, с моего все же вопроса. Да, конечно. Я его договорю. Пример из твоей собственной жизни, из твоего собственного опыта, связанный с автомобилем. Я вот о чем подумал. Проблема-то здесь в чем? Это может быть не проблема лояльности к тебе как клиенту, от компании в целом. А это проблема одного конкретного человека. Это человеческий фактор. То есть тебе позвонила девочка, да, и назвала тебя первый раз не тем именем. Ты, естественно, сказал, ну, всякое бывает, ошиблись. Я не тот, а вот этот. Она наверняка извинила, сказала, хорошо, мы все исправим. И забыла об этом. Совершенно верно. Так оно и произошло. Вопрос лояльности, это, скорее всего, даже не вопрос провайдеров программ лояльности или платформ лояльности, которыми являемся мы. Это вопрос отношения бренда или компании к своим потребителям. Если это клиентоцентрично, если компания фокусом своего бизнеса делает клиента, становится клиентоцентричным, то они продумывают каждый шаг, любую рекламацию от клиента, каким образом эта рекламация может повлиять на вот ту историю взаимоотношений, которую она создает и на основе которой принимает свои бизнес-решения. Поэтому эта проблема, это вопрос лояльности. Это вопрос лояльности и вопрос того, как построен бизнес в области лояльности у этой компании. Вы знаете, когда мы говорим о лояльности, мы часто не задумываемся о том, что когда мы лояльны какому-то бренду, мы с удовольствием переплачиваем за него. Вот пример Apple, пример продукции Apple. Мы абсолютно точно, с точки зрения функциональности приборов, которые нам предлагает Apple, переплачиваем за них в разы. Мы готовы покупать, потому что это Apple, потому что за словом Apple стоит целый большой символьный ряд. Это и некая медиа-империя, или медиа-вселенная, которую они создают через iTunes, через App Store. Это и, не знаю, для кого-то это, наверное, личность Стива Джобса. Это огромное количество факторов, которые приводят нас к тому, что мы раз за разом приобретаем продукцию этой компании. Вот это та лояльность, к которой мы можем стремиться, и многие компании способны получить лояльность такого уровня. Но эта лояльность не строится, еще раз говорю, провайдерами. Мы можем предложить стратегии. Она строится глубоким проникновением этого подхода в саму структуру компании, в менталитет наших менеджеров. Понятно. То есть даже вот в твоем примере, опять я уж закончу, да, этот случай не должен, да, замкнуться был на одном конкретном человеке, да, а эта ситуация должна была каким-то образом в любом случае, да, дойти до того, кто принимает решение. Абсолютно. Ну, а то есть в какой-то точке компания, которая обслуживает CRM-систему, должна четко понимать, если существует рекламация, как она должна регистрироваться, и какие действия по поводу этой рекламации должны производиться. Они не производились в течение шести лет. Нормально. Вот, собственно... Я хочу тебе сказать, терпение у тебя, да, стоит позавидовать. Шесть лет. Шесть лет. Паш, давай, значит, на вопросы начнем отвечать. Пишет Ирина. Не очень понятно, в чем разница между традиционной рекламой и программами лояльности. Или они должны, ну, слово пропущено, я так понимаю, или они должны дополнить друг друга? В каком-то виде они дополняют и видоизменяют друг друга. Я советую всем посмотреть великолепный пример программы лояльности где-нибудь в Ютьюбе. Вы можете увидеть шестиминутный ролик, вирусный ролик канадской авиакомпании Westwing, которые придумали очень простую программу лояльности, но которая трогает большинство людей, которые смотрят это до глубины души. В зале вылета был размещен интерактивный дисплей, и около этого дисплея человек мог отсканировать свой посадочный талон. Тут же появлялся в этом дисплее Санта-Клаус и начинал разговаривать с этим конкретным человеком по имени, спрашивая, что ты хочешь на Рождество. И буквально дальше люди заходили в самолет, летели до следующего города, и в момент получения багажа на карусель выплыли все подарки, которые люди заказали, включая одна семья, где беременная женщина, маленький ребенок, и молодой отец семейства попросили большой телевизор. Им предложили, им подарили этот телевизор. Это невероятная по силе, скажем так, постановка, которая сегодня имеет несколько десятков миллионов просмотров в Ютьюбе. Да, это рекламная коммуникация, но это абсолютно точно говорит о том, что компания действует исходя из своего подхода к лояльности, к своим покупателям. Они хотят заслужить эту лояльность. Вот, собственно... Ответ на вопрос, да? Ответ на вопрос. То есть мы, в принципе, не противопоставляем традиционные какие-то методы взаимоотношений и программы лояльности. Эти вещи дополняют друг друга. Мне кажется, что прямая реклама в том формате, в котором мы видим, на массовые аудитории, в особенности то, что мы видим по телевизору, она будет уходить постепенно. Это бизнес, находящийся на, скажем, на нисходящей кривой абсолютно. Потому что нет больше массовых аудиторий. Все аудитории разделены не только по полу, возрасту и месту проживания, но и интересам, которые... Достаточно интересам, личным стратегиям, которые... Ну, большие широковещательные сети уже не способны представлять, скажем так. Поэтому будущее все-таки за прямой коммуникацией бренда, прямой персонализированной коммуникацией бренда с конкретным потребителем. Вот это та самая ценность, которую, в принципе, создают программы лояльности. Я... Ну, такой маленький пример. В течение последних пяти или шести лет количество вакансий в области рекламы, ну, вот обычных вакансий, не знаю, креативные директора... Рекламный менеджер, да? Да, там, аккаунт-менеджер в США снижается каждый год. Начиная с 2007 года. Нет роста в количестве вакансий. То есть причина именно в этом? Да, абсолютно. Маркетинг лояльности во всем мире себя не осознает частью рекламного мира. Это не часть рекламы. Это все-таки большой, глубоко простроенный бизнес-процесс, касающийся внутренней структуры компании. Наверное, даже больше, ну, намного больше, чем процесс, ну, не знаю, построения рекламного сообщения. Вот. И очень жалко... Это одна из проблем, почему лояльность не проникает в наш мир так быстро, как хотелось бы. Это уровень принятия решения здесь... Извини, в наш, ты что имеешь в виду? Ну, в российский, в российский, да. Уровень принятия решения остается на уровне, там, не знаю, маркетинг-менеджеров, которые решают совершенно... и привыкли решать совершенно другие задачи, живут абсолютно другой парадигмой. Мы, предлагая свои услуги, всегда стараемся разговаривать и находить более высокие точки входа, где вот философия лояльности может, скажем так, ну, куда ее можно засеять, чтобы она могла прорасти. Потому что из этого подхода изменяется очень многое в бизнесе. В том, как мы обслуживаем клиентов в точках продаж, в том, ну, как мы начисляем бонусы, в том, как мы к людям обращаемся, в том, какую ценность мы хотим нести. В принципе, конкуренция переходит из области, скажем, доли голоса, кто громче крикнет, в, собственно, ту ценность, которую мы можем напрямую предложить нашему уже текущему клиенту. То есть из области, кто громче крикнет, да, в область, что он крикнет, непосредственно. В область, что он крикнет и кому крикнет. Нам нужно кричать тому, кто готов услышать. Это важно, да. А самое главное, попробовать услышать тех, кому мы кричим, что им на самом деле надо. Ну, вот, в принципе, наверное, на уровне идеологии все ответы лежат вот где-то здесь. Научиться слышать клиента. Потребитель становится королем ситуации. У него есть четыре, я не знаю, у него есть выбор всегда из нескольких товаров, потребительская ценность которых абсолютно одинаковая. И для того, чтобы он выбрал вас, вы должны сформировать для него ценности. Эти ценности, ну, по большому счету, три вида. Это либо ценность опыта, какой потребительский опыт вы предлагаете, не знаю, личный кабинет с возможностью настройки своего аккаунта, там, где он может выбрать тариф. Или какую-то игровую модель, с которой он может. Опыт взаимодействия. Первое, это первый тип ценности. Второе, это экономическая ценность. Это, собственно, те самые скидки, бонусы. И насколько эти бонусы имеют высокую воспринимаемую ценность. Нужны ли они тому, кому мы их предлагаем? Зачастую бывает, да, что продактальные ситуации, да, предлагаются бонусы, и от них активно отказываются, потому что получается, что они не актуальны. Ну, просто люди перестают играть. А не то, чтобы отказываются эти бонусы. Вот очень хороший пример. Сейчас программа «Малина» сильно меняется. Но вот несколько лет назад люди просто массово переставали пользоваться картой «Малина», потому что, ну, непонятно было, а что с этим делать? Ну, прокатываю я везде карту. А как получить этот бонус? Совершенно верно. Единственное, что у меня до сих пор карта «Малина», кстати, есть. Единственное, что я при заправке, да, в одной сетевой бензаколотке меня спрашивают, «Посмотреть вам, сколько баллов?» Ну, посмотрите. Ну, посмотрите. И все. Вот это тоже ключевое понятие маркетинга лояльности. Оно называется воспринимаемая ценность. Мы должны предлагать что-то, что на самом деле драйвит, интересует потребителей. Да, что будет ценностью. Третий тип ценности – это, собственно, психологическая ценность. Это, ну, как сказать, признание за потребителем его роли. Ну, что, а, вы есть, б, мы вас знаем, поэтому мы можем обратиться к вам по вашему настоящему имени и фамилии. А если идти дальше, ну, мы к вам прислушиваемся, и мы слышим, что вам надо. Вот то, что сделал связной, во многом это показатель. Мы услышали, ну, как бы, люди позволили считывать информацию о их потребительском поведении, и мы поняли, что им еще предложить. И они с удовольствием это предложение, скажем так, восприняли. То есть вот все наши предложения, они вот лежат в этих трех областях. Экономика, опыт и психология. Я понял, Паша. Еще раз прервемся, новости послушаем и потом продолжим. С удовольствием. Спасибо. Ну что ж, друзья, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.фм. Павел Межеричер, основатель и генеральный директор компании PMCG, сегодня у меня в гостях. Мы обсуждаем бизнес на лояльности. Напомню, телефон студии 6510996, код города 495, сайт компании финам.фм. Есть еще у нас 12 минут. Вы успеете, уважаемые слушатели, задать Павлу свои вопросы. Ну и очередной я прочту и с него мы начнем. Пишет Сергей, мне кажется, что рынок у нас еще дремучий на этот счет. Вот за границей я вижу реальную пользу от лояльности бренду на каждом шагу. Что мешает, ну, во-первых, здесь бы я поставил, да, точку или знак вопроса. Правда ли это? На твой взгляд, Паш, да? И вторая часть, что мешает российским крупным компаниям вести себя с потребителем так же, как за границей? Нет, предполагается, у них нет стимула или наши потребители еще не так насытились, то есть с ними сложно, может быть, общий язык найти. Ну, хотелось бы начать с того, что я считаю, что мы как потребители, россияне как потребители, находимся в ситуации, практически ничем не отличающейся от ситуации среднего потребителя европейца или американца. Нам доступен большой выбор конкурирующих за наше внимание товаров. Вот на вопрос, почему российские компании не готовы... Сначала это так, действительно, что есть разница, да, вот Сергей пишет, за границей я вижу реальную пользу, а у нас не вижу. Ну, собственно, на мой взгляд, разницы нет и польза от того, что компания начнет исповедовать подход лояльный и клиентоцентричный абсолютно точно для бренда есть. Потребители, скорее всего, выиграют тоже, потому что эта конкуренция приводит к формированию большей ценности бренда в глазах этого потребителя, потому что этот бренд перестает быть просто продуктом, который мы открываем. Этот продукт, этот бренд может помогать узнавать что-то большее, через покупку этого продукта мы можем, не знаю, накапливать бонусы и приобретать что-то, чего мы не могли бы приобрести вдруг в ином случае. Но я, наверное, буду солидарным в некотором смысле с тем, что вот с каким-то таким скепсисом слушателя Сергея. Вот давайте одну иллюстрацию я сделаю. Мы часто общаемся в больших аудиториях, презентуем наши стратегии разным компаниям. И всегда за столом сидя, я задаю один и тот же вопрос. Пользователи каких там абоненты каких сотовых сетей присутствуют в аудитории? Почти всегда мы имеем большую тройку плюс кто-то еще. Второй вопрос, который я задаю. Скажите, пожалуйста, когда в полную силу откроется окно по закона по уходу от мобильного рабства, вы готовы перейти? Перейти готовы практически все и от всех операторов. Я недоволен моим сервисом МТС, не знаю, человек сидящий напротив меня, очень недоволен своим сервисом Билайн и все перейдут, я уйду в Билайн, кто-то перейдет в МТС. Что с этим бизнесом не так? И к чему мы в данном случае лояльны? Тем не менее, не опросы, а исследования говорят о том, что люди очень лояльны мобильным операторам. Да к чему мы лояльны? Вот российские потребители, мы лояльны нашим номерам телефонов, которые знают наши друзья, знакомые. Но мы совершенно не лояльны нашим операторам телефонной связи, потому что они не формируют ни одну из трех ценностей, имея абсолютно похожие продукты, они не обращаются к нам, они не говорят нам о том, что нам было бы интересно продолжить с вами бизнес на вот таких условиях. Они не делают нас партнерами в своем бизнесе. Нужно им это делать? Очень и очень нужно, потому что не сделав, та компания, которая первая предложит содержательную, интересную, направленную на клиентов платформу лояльности, выиграет рынок за российского потребителя. Это сегодня есть программа лояльности у всех трех из них, но они совершенно бессодержательны и они неинтересны. Я бы акцент на чем сделал, все-таки приведенный тобой пример, он очень яркий с точки зрения, что рынок монополизирован по сути, и у них нет такой живой конкуренции. Кто-то уйдет, кто-то придет. Кто-то придет, конечно. В свое время, кстати, когда Мегафон на рынок агрессивно из региона выходил, вот он был по разговорам по крайней мере со своими знакомыми, он был, если пользоваться вот этой терминологией, он был более лоялен к конкурентам. А потом, видимо, он занял свои сегменты, он стал ровно таким же ленивым, жирным и абсолютно недумающим о клиенте. Привлекать больше, нет практически ни одного рынка потребительского, в котором есть большие куски неохваченных потребителей. Все потребители уже как минимум знакомы с категорией товаров или пользовались этими услугами. Поэтому привлечение клиентов как основа маркетинговой стратегии уходит, ну, как-то больше не бьется, больше не работает. Работа с текущим потребителем, с контролем его оттока, с предложением ему большей ценности, больше персонализации, большего признания, это она становится центром маркетинговой стратегии почти каждого бренда. И не только брендов услуг, даже тех брендов, которые напрямую не работают с потребителями, продаются через сети супермаркетов. Даже они сегодня заинтересованы в создании баз данных своих потребителей и работы с этими потребителями напрямую. Не успел я, к сожалению, сорвался звонок, звонила Соня, ну, я надеюсь, если она нас слышит, перезвонит, мне не хотелось, чтобы Пашу прерывать, вы уж Соня, простите меня, пожалуйста, так интересно рассказывать. Соня, извините, пожалуйста. И тем не менее, Паш, у нас осталось мало времени, три с небольшим минутки, все-таки, если не сложно тебе о перспективах каких-то, да, ну, я с тобой согласен и прекрасно понял твою позицию, что, по большому счету, выбора-то нет, да, у тех, кто хочет остаться на рынке, неважно, чем он занимается, выбора нет, все равно надо смотреть с уровнем потребителя и овладевать этими технологиями лояльности, тут как бы без вариантов. Я не вижу вариантов, я думаю, что маркетинг лояльности или какие-то, вот, как сказать, его другие воплощения, такие как маркетинг по базам данных, CRM, то есть управление мотивацией текущего потребителя и развитие взаимоотношений с текущим потребителем являются основой маркетинга на ближайшие 15-20 лет. 15-20 лет. Я думаю, что маркетинг и наш мир, это больше не мир просто потребления, это мир вовлечения. Если бренд не научится вовлекать, я думаю, что перспективы его долгосрочного успеха очень туманны, очень туманны. Ну и, Паш, извини, слава богу, Соня опять нам дозвонилась, давай все-таки пообщаемся. Соня, день добрый, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, я хотела бы вот по поводу бонусных программ сказать еще, что меня, например, они очень сильно раздражают, потому что, ну вот, приходится везде оставлять свой номер телефона, в магазинах, еще где-то, да, и постоянно приходят, ну, извините, дурацкие эти смс-ки, когда тебе кажется, что там, это приходит смс, как это нужно, а ты все равно смотришь, а тебе 10 раз в день приходят смс-ки с какими-нибудь предложениями. Причем ненужными, ненужными предложениями. Да, да. Я настолько с вами в этом вопросе, я солидарен на 100%. Ну, а вот это что, это лояльность-то самая? Программа лояльности? Это работа с технологией, это работа с технологией, но без какой-то вменяемой содержательной стратегии. Вы знаете, я могу сказать, что, ну, я такой же пользователь, я вижу, когда мне приходят, не знаю, смс-ки из ресторана, в котором я заполнил анкету с просьбой дать мне карту на скидку. Карту на скидку я никогда не получил, но смс-ки я получаю. Это ужас. С этим нужно бороться. Соня, Соня, вы еще с нами? Собственно, вопрос у вас или какая-то реплика? Давайте. Нет, это, ну, собственно, мое мнение было, просто хотелось бы сказать. Я с вами абсолютно солидарен. Спасибо, Соня. Спасибо. Ну что ж, последние минуты, Паш. Давай, два слова и будем заканчивать. Вы знаете, я даже, наверное, короче, чем в минуту могу уложиться. Я хочу сказать, что и вернуться к началу, я считаю, что взаимоотношения с покупателем должны быть похожими на взаимоотношения в семье. Я считаю, что мы должны, и вот в этом партнерство проявляется, мы должны не просто поматросить и бросить, а мы должны жениться на своем покупателе. И бизнес должен перестать быть бизнесом я и стать бизнесом мы. Вот в концепции мы большинство бизнесов и будет иметь свой успех. Свой успех. Спасибо. Павел Межеричер, основатель, генеральный директор компании PMCG сегодня в бизнес-классе. Мы говорили о лояльности. Спасибо, Паша, наступающему. Уважаемый слушатель, спасибо за внимание. Всего хорошего, успехов в бизнесе. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok